Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не Дома управления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра Собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос У меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Ну что же У нас начинается программа Добро пожаловаться Сразу же скажу Что Сергей Сидорко Сейчас находится в отпуске Поэтому на ваши вопросы Будет отвечать Наш эксперт Специалист С опытом управления Домохозяйствами Включая РНП Айвар Гонтерев Здравствуйте Доброе утро Айвар Все слышно нас Все в порядке Я напомню Что ваши вопросы Вы можете присылать На номер 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Или звонить В прямой эфир Телефоны Прежние 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Вот у нас С прошлой недели Просто в самом конце Нам буквально за минуту До конца программы Прислали Вопрос С соседних дворов К нам несут мусор Потому что у нас 5 баков А у них по одному Из завода И несут Из фирмы По ремонту Автомобилей Ночью к нам Несут автопокрышки Что делать Спрашивают Закрывать Делать Сооружение Какое-то Чтобы Соседи Не могли Таким образом Не платить За вывоз Своего мусора Перекидывать Их на вашу территорию То есть Что По-другому Здесь никак Каким это Можно сделать Образом То есть Закрыт Есть Нормальным В хорошем случае Это выстраивать Специальное Такое С крышей Сооружение Ну как Сарайчик В котором Можно поставить Эти мусорники Самое простое Это на сам мусорник Поставить Но тогда Эти ключики И они теряются И там Большая волокита С ключиками То есть В долгосрочном плане Если у вас К сожалению Такие соседи Но вы их Не поменяете То что вы можете Поменять Вы можете Поменять доступ К этим мусорникам Или там Посмотреть В каком-то Другом месте Где легче Какое-то Сооружение Сделать И Для мусорников Сделать Вот такое Сооружение Как Сарайчик Которым Ставится Кодовый Замок Который Время От Время Тоже Нужно Менять Так как Этот Код Быстро Узнают Все Соседи И Все Все остальные Это Единственный Вариант Я так Пользоваться Аппликацией Муниципальной Полиции И Пытаться Снимать Тех Людей Которые Ну Это Следователь Но Это Нереально Потому что Формально У соседей Я так Понимаю По Информации У них Договора Есть То есть Они Не нарушают Ничего Но Они Очевидно Заказывают Вывоз Мусора Намного Реже Чем У них Есть Реальная Необходимость Вот Из этого Есть Такое Скопление Наверное Получается В одном Месте Там Где Больше Всего Мусорников Но Там Под Шумок Все Пытаются Выкинуть Свой Мусор Но Получается Что Вот Пишут Что У нас Пять Стоит Контейнеров А у Них По Одному Почему Вот Ставится Один Контейнер Ведь Обычно Всегда Есть Ну Как Правило Разные Контейнеры Для Разного Мусора Для Сбора Или Может быть Попросить Нужно Тем Соседям Попросить Чтобы Ставили Побольше Контейнеров Нет Ну Если Можно Пообщаться Если Есть С кем Общаться Конечно Во-первых Нужно Общаться Между собой И Говорить Ребята Ну Как Тут Неправильно Да Там Мы Платим За Вывоз Пять Мусоров Да У вас Один Мусор И Мы Видим Что Вы Даже Ими Пользуетесь Ну Потому Что Вот Ваша Вещь У нас Есть Какие Минимальные Абсолютные Закон Гласит Должен Заключить Договор О Вывозе Мусора И Как Часто Но Это Уже На твоем Смотрение Как Дом Права Или Как Владельца Какое-то Здание Сколько Часто Это Будет Делаться Потому Что У нас Тоже Есть Какие-то Здания На Реконструкции Буквально Только Что Перезаключили Договор Мы Знаем Что Мы Этим Мусором Не Пользуемся По законам Должен быть Но Мы Заключили Что Вывоз Раз В месяц Потому Что Дом Полностью Закрыт Под Реконструкцию Дворник Какой-то Мусор Будет Выкидывать Значит Он Не Будет Копиться Много Но Это В нашем Случа Объективно Потому Что Закон Не Говорит Как Часто И Ты Должен Тогда Вывозить В общих Чертах Что Тебе Должен быть Договор О Вывозе Мусора А Дальше Уже Каждый Сам Организует Свой Вывоз Мусора Как Он Сорсирует Не Сорсирует У нас Я зову Адрес Лобана 129 Корпус 4 Это Муниципальные Дома Которые Обслуживают Рига Стоит Булнет И у нас Ситуация На самом деле Даже Гораздо Хуже Чем У нас Тех Которых Обсуждали Людей У нас Большие Мусорники И у нас Со всех Плягников Соседних Улиц Возят Мусор Диваны Кровати И даже Бугружу Я лично Сам Несколько Человек Ловил На бусах Они пытались Угрыжать Я подбегал Угрыжал Полиции И все Со мной Пытались Драться Понимаете Ну вот Закрытие У государственной Мусорники Которые Упереди Спасы Бун Мы Не Можем Закон Не Позволяет Я Обращался К управляющему Скажем Вы Не Можете Как Нам Быть В Делать Не Писать Спасибо Здесь Я не до конца Расслышал Почему Клиент Обращался В Пилсадбунекс Что ему Не разрешили Именно Может быть Вы могли бы Перезвонить Я просто Сбросил Звонок Потому что Так Концептуально Вот Это Пилсадбунекс Это Городские Дома То есть Там Не надо Идти За Да Пожалуйста Звонил Я вас Условал Нам Не Разрешают Закрывать То есть Закрыть Мусорники Мы Не Можем У нас Очень Много Людей В Каждом Доме Один Дом 150 Квартир Второй Дом Столько 300 Человек Закрыть Мусорники В нашей Ситуации Это Нереально У нас Треть Жителей Это Мало Обеспеченные Люди Бабушки Дедушки У которых Нет Реально Денег Даже На Чипик За 3 Евро Или Ключик Понимаешь В общем Ситуация Я понял Здесь Есть Другое Решение Мы С Олегом Тоже Про Это Говорили Что Это Ставится В Одном Месте Потому Что Где Пил С Бун Я думаю Наоборот Ситуация Располагает Именно Того Чтобы У вас Было Какое Комплексное Одно Решение Поскольку Там 4-5 Домов Насколько Я Помню Это Место Вместе И Там Нет Владельцев Квартир Вы Снимаете Эти Квартиры То есть Город Сам Решил Сам Поставил И Навел Порядок Решение Одного Человека По идее Да Но Просто Ситуация Такая Что Мы Не Можем Бороться С Тем Что Нам Возят Если Кто Как Я Выбежал Там Отпугнул Повезло Не Успел Приехал Пару Месяц Назад Бусик И Половина Буса Выкинул Строительные Мешки Прямо Рядом С Вот Столк Проблем Понял Вот Такая Ситуация Но У вас Там Разве Камеры Не Были На Камеры Есть И Когда-то Они Даже Видели Парковку Сейчас Почему-то Их Развернули В сторону Подъезда Они Видят Только Подъезд И Качество Ужасное Там Ничего Не Видно Если Мы Идем К дежурному Надо Камеры Посмотреть С разрешением Полиции Один Ситуация Была Стукнули Машину Я Пошел Вместе С полицейским Я Вызвал Полицию Я Пришел С полицейским Дежурному Чтобы Запросить Видео Наблюдение Посмотреть Он Сказал Не знаем Пин-кодов Мы Не можем Это Делать Вот Так Халатно Отно Я Звонил В Рига Сказал Что Такая Проблема С дежурными Беда Они Ночью Не Делают Обход У Нас Парковка С пропусками Тоже Вот И Это Тоже Проблема Приезжают Соседние Дворы Бросают Машины Пока Не Вызовешь Полицию Никак Не Получается Бороться Дежурные Обходы Не Делают Нам Сказали Дежурные С Рига Способ Был Когда Я Звонил В Главный Офис Мне Сказали Это Их Обязан Каждый День Делать Обсмотр И Проверять Наличие Пропусков В Машинах Потому Если Отриезжают Сработать Поздно То Я Не Могу Поставить Машин Иногда Даже Как Такая Что Мусорники На Тоже Беда Диван Все Тасят Соседние Двора Потому Что У Кто Ставит Кто Не Ставит У Нас Большая Территория У нас Получается И Площадка Большая Вот Так Камеры Вообще Туда Не Смотрят То Что Я Слышу Это Комплекс Комплекс Каких-то Маленьких Вопросов Которые Не Решены И В Принципе Легко Решить Если Но Подождите Вот Получается Что Деньги Есть Заплатить За Вывоз Чужого Мусора А Три Евро Для Ключа Найти Невозможно То Деньги Конечно Нет Заплатить За Вывоз Этого Мусора Просто Нам Понимаете Этот Крупный Габарит Который Накапливается С чужих Домов Они Выводят Это Все Периодически Это Хорошо Но Просто Эти Все Деньги К нам В квартплату Мы Не Можем Не Заплатить Нам Надо Платить Счета Потому Что За Должность Нам Не Проливают Договор Ну Так Видите Нет Ну Так Вот Смотрите Здесь Получается Что Заплатить То Что Вам По Счетам Заплатили Включили Лишние Деньги У Людей Со Страху Есть Находятся Эти Деньги А Вот Эти Три Евро На Ключик Для Для Этого Самого Мусорного Контейнера Вы говорите Что Ну То есть Люди Неужели Не Понимают Что Каждый Месяц Им Нужно Платить Доплачивать По Три Евро За Чужой Мусор А Вот Проще Один Раз Заплатить Три Евро И Чтобы Этого Мусора Больше Не Я Понимаю Я Вас Понимаю Прекрасно Но Очень Много Людей Этого Просто Не Понимают И К сожалению Это Проблем Но У нас Еще Большое Количество Жителей И Рига Спилсадбун Не Позволяет Закрыть Мусорники Это Очень Странно Знаете Знаете У вас Так Как я Слышу У вас Там Комплекс Всякого Рода Небольших Вопросов Мусорник Самый Большой Я Записался Наверное Посмотрю Кто У них Там Рига Спилсадбун Член Правления Ответственной За Обслуживание И Записался К нему Прием Потому Что Пока Еще Можно Пока Еще Не Ковид Третья Волна Использоваться Чтобы Поговорить По душам Что Ребята Накопилось Один Вопрос Был Это Одна Беда Но Сколько Уже Есть Мусор Камеры Всякого Рода Вопрос У вас Накопилось Может Надо Потому Что Это Чтобы Радио Слушающие Тоже Поняли Был Сайт Боннекс Это Обслуживает Дома Которые Принадлежат Сами Дома Они В принципе Как Социальные Как Арендные Дома То есть Там Наделится Самоправление С такой Точки Зрения Одно Решение Должно Быть Решено Легко Работать Потому Что Ты Как Управляющим Домом Тебе В принципе Ни с кем Не надо Согласовать Видишь Вот Это Будет Хорошее Решение Компания То есть Процедуры Всякие Наверное По закупке Придется Пойти И так далее Но все равно Принимает Решение Один человек Ну В принципе То есть Там Все можно Привести В порядок Просто Нужно Хотеть Чтобы Захотели Нужно Чтобы Кто-то Сверх Сказал Что Ребята Здесь Нужно Хотеть Сделать Все Привести В порядок Потому Что Я бы Так Я записался Председатель Управления Легко Управления Которые ответственны За Обслуживание Домов Бригоспелс Больницы Спасибо Спасибо Да Ну и вот У нас Еще Был ряд Вопросов В других Программах Просто Они Всплывали Я еще раз Напомню Что Телефоны В нашей Студии 67212 93 9 Можно звонить Или писать Задавать ваши вопросы На номер 2 300 6191 Айвер Гонтерев Отвечает на ваши вопросы В программе Добро пожаловаться Вот всплывали вопросы Связанные с всевозможными Тараканами Блохами И комарами То есть вот Что делать Если например Действительно в подвале Там дома завелись комары Там какой-то мокрый подвал Или вот Долевают блохи Или тараканы Каким образом С этим бороться Какой механизм Вот с чего начинать Куда обращаться Ну Во-первых В обслуживающую компанию Конечно Дальше Обслуживающая компания Вызывает там Смотря какая Беда Или дезинсекцию Или диротизацию То есть если там крыс тоже есть Если есть В подвале влага Тогда нужно понять Откуда эта влага идет Да Потому что нужно сначала Разобраться с влагой тоже Да Чтобы она не насыщала подвал И не влияла на конструкцию Да А потом Вызывается В основном В основном Вот тех Именно Субподрядчиков Которые занимаются Чаще всего Это крыс Больше всего Да Там Блохи тоже бывают Но вот Чаще всего Беда Это крыс Крыс Есть интересная Интересная Скажем так И характеристика Как они делают Они в одном месте Кушают В одном месте Добывают еду В одном месте Они спят И перебегают По целым кварталу И часто было так Что если что-то В квартале Вот какая-то Застройка идет Особо Если перестраивается Какой-то Магазин В котором были Продукты То есть Был какой-то Магазинчик Или кафешка И сейчас он Перестраивается Тогда обычно Вот тот момент Все окружающие дома Просто там Ну Беда случалась С крысом Потому что Крысы понимали Что вот Сносят какой-то дом Где они питались Да Там И они убегают Во все Сейчас перебегают Ищут себе Новое Место И здесь нужно Работать Комплексно Потому что Это необычно Ты в одном доме Потравила И все Здесь нужно Весь квартал В принципе Травить Чтобы все Постепенно Там съесть Специальный яд Который не сразу Действует И крыс Не совсем Ну не до конца Понимает Где именно Она подцепила Этот яд Но они умные Животные Да И тоже люди Обычно так говорят Вот Хотят так Результат Сразу Вот вы Ну Пришли Разложили яды И где эти И где эти Подождите Есть определенное время При котором Яд должен Подействовать Крыса Очень умная Если она быстро Поймет Откуда Она подцепила Этот яд Это Передается Другим крысом И все Яд не трогается Да То есть Они Вот реально Очень умные Животные Из этого Нужно Вот Травить Весь квартал Да Это в свое время Наверное Самое сложное Поскольку Там договориться Со всеми остальными Управляющими Этого квартала Говорят Ребята Вот есть Обшая проблема Крыс Давайте Их травить Ну Блохи Там Все попроще Не так Все сложно С тараканами Если заводятся В квартире Тоже Можно обращаться Некоторые борются Со своими силами Можно обращаться Тоже В дому управления Можно обращаться Да Но нужно понимать Тоже Что Тараканы Это беда Я правда Не слышал Давно Про них Еще В середине 90-х Еще В конце В конце 90-х Еще Слышал Такую Проблем Как-то Все с ней справились Потому что Все же Если ты в квартире У тебя таракан Тебе это самого Не будет устраивать Ты будешь Выставлять Всякие ловушки Яды для них И В принципе Если в доме В целом доме Тогда тоже К этому нужно Подходить Комплексно И там тоже Нет смысла Что если весь дом Там чшит Что в одном месте Травишь А с других Местом Перебегает Из этого Есть каждая Там своя проблема И каждой проблеме Есть решение Я не знаю Я давно сам Просто не слышал Про тараканы Не видел Авер Есть ли По-моему Еще какие-то А вот у нас Есть звонок Здравствуйте Доброе утро Добрый день Да Знаете У нас тоже Проблема с мусорниками У нас Это Рижская дума Для чего-то Общее место Сбора мусора Разделило И все мусорники К домам Приблизило Было огороженное Место Куда возили мусор Все несколько домов Рядом стоящие И теперь Эти мусорники Возле каждого дома И возле каждого дома Грязно Понимаете Грязно Там площадки Не оборудованы И в общем-то Люди несут туда И эти мусорники Раньше Ну Короче Носили все дома Примерно равномерно У всех одинакового мусора А теперь Люди несут туда Куда им ближе Нести Вот и все Что произошло А к домам Что значит Приблизили То есть они стояли Где-то Раньше Нет Было отдельное место Такое что Ну в сторонке Немножко Огороженное Это было сделано В связи с строительством Велодорожки То есть мусорники Перенесли На совершенно Неподготовленные места И теперь Как бы Весь район Немножко не понимает Чем это было вызвано И в принципе Вот мы теперь платим Тоже за чужой мусор Потому что Наши мусорники Стоят Прямо на дороге К автобусной остановке Все идут на автобус И несут туда мусорники Да Понятно А где Это что-то сделано Неправильно Это район Долгогрива Насколько разного Такая же проблема Была в Илгусе То есть мусорники Взяли Почему-то Раскидали Ну да Это Мы постоянно Сталкиваемся Что когда ставят Мусорники По дороге на автобус Все естественно Идут С мусором Как это сделать Надо было Во-первых Жильцов спросить Во-вторых Сделать площадку Нормальную Но это никто не занимался Это сделано так Чтобы Видимо доказать Что в данном случае Что вот построена велодорожка Что все красиво В этом городе И в общем-то Куда-то обращаться Я пытался обратиться В Рижскую думу Там Ну просто В общем-то Меня пинали В разные стороны А в В свое домоуправление Вы не обращались В домоуправление Меня забанило Они боятся Что в связи с выбором На них могут наехать Что будет проблему Поднимать Среди предстоящими выборами Ну подождите А Что значит Забанило Ну я не могу Им письмо написать На их адрес Электронный Почему Ну потому что Все Меня не пропускают Я писал письма По этому вопросу Я попросил у них Мне сообщили Что они написали Письмо В Рижскую думу С просьбой Вот решить вопрос С мусорником Я попросил Копию этого письма И копию ответа И после этого Я не могу ничего Им послать Ну странно Потому что В принципе Вот вы можете Пойти на почту Отправить им Заказное письмо С уведомлением Не, ну все понятно Этим надо заниматься Просто Как бы этим Летом хочется отдыхать И мусорники стоят Прямо Близи Вот Под стены дома На расстоянии Три метра Это во дворе Или на улице Это на улице Двора нет Дома Пятиэтажка Прямо на улице Ясно Спасибо За сигнал Ну вот Сейчас Как-то в этой передаче Очень много вопросов Именно про мусорников Вот Ну если из нас Слушает нас Тот и слушает Из депутатов Ну вот вам Отражение Той реформы Да Которую Кто-то считал Очень хорошо Проведенной Ну вот Вот что реально Думает народ С чем реально Столкивается народ Знаете ли О чем я подумал Что Вот все это Перетягивание Там мусорников Кидания Других И так далее Что бы решило Во-первых Нельзя было Делить Все это То есть Нужно было смотреть С точки зрения квартала То есть Есть кварталы В квартале Есть одно Специальное Оборудование Место Где можно Выкидывать мусор И сортировать И так далее Это один Аспект Другой аспект И если у нас Например Зная Что есть Типовая застройка Любого предместия В среднем Мусор Набирается Столько Зачем Усложнять Все эти Графики Вот У нашего дома Пять мусорников У нашего Один мусорник Вот Есть одно место Где весь Этот квартал Может На специальном Оборудовании Площадки Вынести мусор Где есть Сортировка По умолчанию Всех видов Мусора Да Но Люди С этого квартала Они платят Не по какому-то Мистическому Графику И Сейчас Пойди Где Есть справедливость Есть справедливость У тех Хитрых Которые Поставили У себя Один мусорник Вместо Пяти Да И А С другой стороны Там где Пять мусорников У них Еще весь Квартал На них Скидывает Еще Сой И они Вообще Переплачивают Тогда лучше Установить Какую-то Стандартизированную Ситуацию Плату Сквариатом В метр Или Человек Все равно И без разницы Где эти Мусорники Находятся Потому что Я как житель Например Я плачу За себя Одного За количество Людей Или за количество Квартных метров Которые мне приезжают И я в любом месте Могу выкидывать В любом Вот Потому что Я заплатил Как пошлину Вот Я заплатил И я вправе Там Вот Мне Выгодно там Я кидаю там Потому что Все Платили бы ровно Вот поймите Все платили бы ровно Да Не так что Сейчас Один больше Один меньше Один больше И хитрый Другой Другой там Не может словить Словить своего соседа Который выкидывает И сам не платит А так Все платили бы ровно В одном месте Были бы В квартале К квартале там Вот это место Где можно выкинуть Мусорник Да И централизировано Все это Смотреть И обслуживать Все Тогда всех этих споров Кто за что платит Да Там Что я меньше Вы там больше И я там Из-за этого ношу Куда-то что-то Вам Вам обидно Из-за того Что я принес Все платят Одновременно По одному принципу И И без разницы Вот где мне удобно Вот Я закинул багажник Вот В моем квартале Там находится Может быть дальше Мне может быть У работы Выгоднее Выкинуть Свои мусор Ну В багажник И на работе Выкинул Да Какая разница Потому что мы Все участвуем В этом Мы все Производим Мусор И по каким-то Средним расценкам Рассчитали Сказали Вот Евро Человека Например Все Вопрос закрыт Ну да Это было бы Может быть Очень логично Да Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Для города Сделать Если вы видите Что-то Вот Что можете Сделать Вперед Ну вот Если действительно Такую Что нужно Для того Чтобы сделать Такую реформу Потому что По идее Конечно Возникнут Вопросы Есть Пенсионерка У которой Может быть Мусора мало Есть Люди Там Которые Выбрасывают Мусор В больших Там Каких-то Объемах Там Семейные Люди У которых Ну Не знаю Больше Больше Какие-то Объемы Мусора Но в любом Случа Будут Конечно Может быть Недовольны Но что Нужно Сделать Для того Чтобы такая идея Налога На мусор И возможность Выбрасывать Его В любом Доступном Месте Ну Во-первых Наверное То С чего Все начинается В городе Все решения Это Политическое Желание Признать Что А может быть С этой реформой Что-то было не так А может Ну Можем Пересмотреть Ну вот Одно Как мы задумывали Как При любом Большом Проекте Да Ты Смотришь Всегда Вот Ты задумывал Так Был проект Задумывал Так Ну А что Получилось В итоге После реализации Вот Прошел Год Два Как Реально Работает Жизнь И Не Нужны Ли Какие-то Улучшения В этой Системе С этого А потом Посмотреть Что реально Работает С того Что Задумывали Что Не Работает И Что Нужно Поменять Вот И Все Извесить Всякого Рода Идеи Которые Могут Нет 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 У ни одного Органа Такой Власти Проверять Сколько Реально Квартиры Замерять Сколько В квартире Реально Проживают Людей И так далее Из-за этого У тебя есть Декларация В Риге Ты Плачешь Евро В месяц За Организацию Вывоза Мусора В Риге Да Или же То что мы Говорили еще На предыдущих Передачах Тоже Про Центризированную Уборку Города Да О том что Вот Не один дом Один дворник Следующий дом Следующий дворник Да Там Там Есть целая Куча вопросов И проблем Из-за этого Что это так Разбито Да Что В том числе Минимальные зарплаты Налоги на минимальные Зарплаты И так далее Да Если ты работаешь По неполной ставке Из-за этого И проблема Найти клиента Не клиентов А исполнителей Фактически Невозможно Да Из-за этого Вот Есть множество Вопросов Которые город Может поднять И главное Чтобы было Желание Что-то менять У нас по-моему Еще была Одна какая-то тема Очень важная Что-то Какие-то Отопление Отопление Зима Зима Скорая Ну да Сейчас Исходя из того Какого Из радиослушателей Есть вид Отопления Так что Сайма В прошлой неделе Приняла Эти решения По Тому К чему Готово государство Выделять В этом Подпитательном Сезоне Деньги И при каких Условиях И тогда Каждый Нужно Пройтись По своей Ситуации И связаться Своим Поставщиком Я Честно говоря Сегодня утром Тоже с девятью Задался Этой цены И пытался Дозвониться До Латвэнерго Невозможно До Латвэйсгаза Невозможно Единственное Регасы Сказал Ну там Как бы Они пока не являются Ничего не знают Пока про это Но Нужно следить За 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 информацией И обращаться К своим Поставщикам Чтобы знать Какого рода У вас Пособие Возможно Этой зимой Чтобы вот Легче было Перезимовать То есть Получается Что нужно Звонить По этому поводу Дозваниваться До Лигасгаза До Ригасилдам Ну Сначала Просто Прочитать Все новости Которые Сейчас были СМИ Это Конец Прошлой недели Да И там По каждому Виду Из отоплений У вас Газ У вас Гранул У вас Электричество Да Там Или Центральное Отопление И прицентральное Отопление Какая у вас Там Какой тариф И так далее Каждому Нужно пройтись По Своим Вот Тем Вопросам Которые Вам Актуальны Да То есть В определенных Случаах Там Придется Подавать Заявку Чтобы Ваш дом Прав Или вы Кто там Ответственный Вашем Доме За это Чтобы В тех Случаах Когда нужно Подать Заявку Чтобы Вы ее Подавали Ну Я думаю Что Мы еще Будем Продолжать Наверное Все-таки Следить За этими Новостями Потому что Для многих Людей Абсолютно Непонятно То есть Ну Если Это Частный Дом То Здесь Вроде Ну Хорошо Вот Там Понятно Гранулы Или Там Газом Отапливается Ну То есть Тут А если Центральное Отопление Дом Многоквартирный Что Что Куда Нужно Обращаться За помощью Что Нужно Заполнять В какой Форме Это Заявление Писать Куда Его Отправлять То есть Вот Здесь Очень Много Вопросов Этого Еще Нет Да И Этого Еще Нет То есть Ну Есть Принято Решение Да Какие Точные Формы Ну Сейчас Всех Поставщиков Просто Там Колл Центр Все Ну Сбивается Я утром Когда звонил В Латвии Из Газа Мне сказали Мне объявили Что Вы В списке Ожидания Больше 30 минут Да То есть Мы Не гарантируем Обслуживание Вашего Звонка Да Там Что-то Такое То есть Ну Все Сейчас Рынулись Звонить Всем поставщикам Из-за этого Давайте Не создавать Ажетаж Наверное Если вы будете Звонить Не сейчас А в среду Например Да Тогда Линии Уже Будут Не настолько Напряжены И Вам Смогут Уже Толком Объяснить Что-то Да Сейчас Сейчас Просто Все Начали Звонить Скорее Всего Из-за этого Очень Длинная Очередь На Обслуживание Ну Мы Наверное Тогда Тоже Будем Следить Когда Станет Более Менее Ясно Вот Сама Процедура Как Это Будет Происходить Чтобы Может быть Объяснить Еще раз Людям Потому Что Конечно Вызывает Это Волнение Вроде С одной стороны Какие-то Обещания Есть А Вот Как Эти Обещания Будут Реализованы Пока Люди Не Понимают И Из-за Этого Начинают Нервничать Ну Конечно Ну Неделя У нас Есть До Следующей Передачи Да Там Более Ясным Наверное Станет До Следующего Понедельника Все Форумы Поставщики Которые Сами Автоматически Будут Давать Эти Пособия Да И Которые Поставщикам Нужно Будет Заявление Какого-то Рода Или Форум Которые Нужно Будет Заполнять На Следующем Понедельнике Смогу С вами Поделиться Этой Информацией Ну Что Спасибо Большое Тогда До Следующего Понедельника Айвар Гонтерев Сегодня Отвечал На Ваши Вопросы Специалист Опытом Управления Домохозяйственной Латвии Включая РНП Это Была Программа Добро Пожаловаться Пишите Может быть Ваши Вопросы Заранее На Номер 2 3 0 6 1 9 1 Мы Будем Рады И Заранее Подготовим Ответы На Эти Вопросы Всего Доброго До Следующего Понедельника До Свидания До Свидания